добрый вечер добрый вечер мы сегодня немножко необычное время занимаемся поскольку сейчас перед праздником есть всякие дела и вечером меня просто не будет дома вот так что я прошу прощения заранее перед теми кто по этой причине не смог присоединиться и прослушать тогда это отдельно если захочет вот а мы как бы после того что сделали некоторую перерыв в обсуждении маковейских книг и два занятия посвятили пророчеством их из келя связанным так или иначе с сегодняшним днем мы возвращаемся истории хотя история как таковая это на самом деле не только наука о прошлом или историографии да и не только попытка понять прошлое но одновременно это что-то что закладывает определенную базу для сегодняшнего настоящего и для дальнейшего будущего мы извлекаем из прошлого определенные уроки вот так что то что может быть представляется давно ушедшим в лету на самом деле имеет значение и сегодня и читая четвертую маковейскую книгу мы не раз столкнемся с вопросами которые возможно окажутся весьма актуальными и сегодня для нас сегодня собственно мы дошли с вами до основной части этой книги я напомню двух словах что книга это очевидно опирается на вторую маковейскую книгу но то что во второй маковейской книги стала некоторой сердцевиной от которой как бы или ядром от которого разбегаются во все стороны частицы или лучи исходят и освещают общий сюжет история о мучениках которые своей смертью искупают грех народа и благодаря которым да маковей одерживает свои блистательные победы так то изображается во второй маковейской книги четвертая маковейская книга превращает это ядро собственно говоря в основу своего повествования не просто ядро это все на ничего о самих маковейских войнах сказать нашему автору нечего и незачем а он истории как таковой интересуется как вы сказали очень мало его интересует нечто иное это своего рода такое философское может кто-то скажет псевдофилософское эссе о силе разума в этом смысле наш автор примыкает конечно по своему мировоззрению к стойкам а сила разума одерживающая победу над страстями но при том что он ведет оживленный диалог наш автор ведет оживленный диалог с греческими литературными философскими образцами он добавляет нечто свое его глазах разум это есть некое отражение божественного закона разум силен постольку поскольку человек предан этому божественному закону и под божественным законом он разумеется понимает закон торы персонажи действующие четвертой маковейской книги это те же персонажи которые встречаются и во второй старец и лазар и мать и семеро сыновей вот сегодня мы как раз будем заниматься историей старца и лазар мы сначала прошли такое развернутое вступление своего рода панигири к разуму и объяснение почему разум может преодолеть страсти с приведением различных примеров главным образом библейских примеров из разных текстов танаха теперь автор переходит сути дел мы сравним сегодня то как это описывается во во второй маковейской книге с тем как это описывается в четвертой маковейской книге значит я хочу поскольку во втором маковейской книге все это очень кратко это я представлю вам сначала этот текст после чего мы перейдем к четвертой маковейской книге и так говорится следующий был некто и лазар из первых книжников муж уже достигший старости но весьма красивой наружности его принуждали раскрывая ему рот есть свиное мясо предпочитая славную смерть опозоренной жизни он добровольно пошел на мучение и плевал как надлежало решившимся устоять против того чего из любви к жизни не дозволено вкушать тогда представленный к беззаконному жертвоприношению знавший этого мужа с давнего времени возможно речь идет о евреях и ленисток отозвав его наедине убеждали его принести им самим приготовленное мясо который мог бы он употреблять и притвориться при этом вот то есть назначенные от царя жертвенное мясо дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбе но он утвердившись доброй мысли достойно его возраста и почтенной старости и достигнута им славной седины и благочестивого из детства воспитания а более всего святого и богом данного законоположения соответственность ему отвечал и сказал немедленно предать смерти ибо недостойно нашего возраста лицемерить дабы многие из юных узнав что 90-летний лазар перешел у язычества и сами вследствие моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость если в настоящее время я избавлюсь мучения от людей то не избегну десницы всемогущего не всей жизни не по смерти посему мужественно расставаясь теперь жизнью я сам я являюсь достойным старости а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые цветы и законы сказав это он тотчас пошел на мучение когда и те которые вели его незадолго перед сим оказанное ему доброжелательство изменили в ненависть по причине вышесказанных слов ибо они почли их за безумие готовясь уже умереть под ударами он во стенах произнес господу имеющему совершенное ведение известно что я имея возможность избавиться от смерти принимаю бичуемым телом жестокие страдания а душой охотно терплю их по страху перед ним и так скончался он оставив смерти своей не только юношам но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетель мы понимаем что автор книги видит в этом старце или азаре образец благочестивого поведения как человек должен в минуту опасности когда его жизнь на волоске повести себя и не предать своих убеждений не предать свои веры не предать свои верности богу а вот это собственно говоря и есть то что можно назвать благочестием и как бы если суммировать все то что мы сейчас прочли можно сказать что главная идея нашего автора это что заключается в том что человек ни при каких условиях не должен придавать свою внутреннюю правду это внутренняя правда данном случае является отражением божественного божественного закона даже то что впоследствии мудрецы будут называть марит айн да то есть как бы сделать вид что он ест свинину а на самом деле нет все это ради спасения своей жизни и хотя мы об этом говорили мудрецы более позднее время сформулировали жесткий принцип в хай бахен цитируя тору книги книги книгу икра где речь идет о том что человек исполняющий заповеди награждается тем что у него есть жизнь а награждается жизнью здесь это у мудрецов это переосмысливается хай баен вело яму баен на значит человек не должен выбирать смерть но при этом они и подчеркиваю что есть во первых три наповеди ради которых человек должен быть готов пойти на смерть если его склоняют к язычеству если его склоняют к убийству невинного человека и если его склоняют к различным нарушениям различного рода запретов связанных сексуальной сферой а кроме того если речь идет о публичном о публичном требований изменить своей вере а также в то время когда еврейская вера преследуется и религиозные евреи терпят муки за свою веру в это время человек должен быть готов к тому чтобы безусловно предпочесть такой ситуации смерть жизни в этом смысле автор втором и ковейской книги ну как бы является своего рода предтечей этой концепции мы видим что во втором и ковейской книги сюжет этот рассказ достаточно краток многого и лазар не говорит он говорит только что недостойно ему по возрасте и по воспитанию лицемерить и что он верит то что если он изменит свои вере своим убеждением то он может быть избавиться от мучения от людей но будет наказан богом и считает что он принимает принимая смерть оказывает пример юному поколению которые должны которые должны знать что истина не продается и не покупается да мы еще вернемся к этому центральная идея одного современного произведения который написал бертольд брехт названием жизнь галилея мы его когда-то упоминали помянем и в этой связи теперь мы отсюда перейдем к 4 маковейской книги то что я сейчас прочел мы уже с вами читали обсуждали а вот как это сюжет выглядит 4 маковейской книги и мы сразу же увидим значительное отличие во первых присутствует антиох и пифан время этой экзекуции во 2 маковейской книги этого не сказано и это не сказано по той простой причине что автор 2 маковейской книги все-таки следует некоторой исторической фатологии он знает что антиох разграбив иерусалим ушел оттуда ушел в антиохию да он как бы не находился в иерусалиме можно конечно было бы предположить что что происходящее здесь то что здесь описано происходит не в иерусалиме а в антиохии но дело в том что как предыдущий контекст так и последующий на самом деле говорит о том что речь идет об иерусалиме и по всей видимости как бы произошло тут некоторое смещение поскольку могила вот этих так называемых маковейских мучеников старца или азар и матери семерых сыновей почитается как раз в антиохии это одно из пультовых мест для ранних христиан но видимо и для евреев то видимо мы можем предположить что возникла традиция о переносе о переносе могил из иерусалима в антиохию но это как бы не главный момент итак с самого начала наш автор автор 4 маковейской книги заостряет конфликт это конфликт личный между безумным антиохом мучителем антиохом и старцем или азар и так мучитель антиох вместе с членами своего совета сидит на высоком месте вокруг него стоят вооруженные полки и он приказал копьеносом подводить поодиночке каждого из евреев и заставлять преневоливать есть свинину идола жертвенные снеги и когда бы некоторые не захотели есть этих скверностей таковых умерщвлять колесование когда же схвачены были многие тогда подведен был к нему первый из сего сонма евреи по имени лазар по роду жрец а по науке законник по возрасту престолелый и многим окружавшим учителя знакомый по давности лет его здесь такой немножко конечно витиеватый перевод вот но для нас важно следующее что лазар превращается в священника а во втором и ковейской книгу он книжник законник но не священник здесь он становится священником и как мы видим для автора 4 машина на автор 4 маковейской книги это очень важно это очень важно потому что тут будет мотив будет мотив добровольной жертвы то есть жрец который обычно приносит жертву здесь будет сам принесем жертвы мы в свое время говорили что имя лазар чрезвычайно распространенное в литературе как эпохи первого так и эпохи второго храма особенно и в талмудической литературе и как правило речь всегда идет о каких-то очень крупных фигурах очень часто действительно жрецах лазар например в третьем ковейской книге в египте тоже назван жрецом раме лазар бен азария знаменитый который на короткое время стал главой сангетрина согласно по мудической легенде он тоже был так вот предстоят стоят друг напротив друга еврейский жрец и знаток закона и лазар и греческий царь антиом и между ними начинается беседа как будто есть некий симпозиум своего рода начинается беседа какой нет совершенно во втором ковейской книге и так антилог увидя его он говорит прежде нежели начну мучить пытать тебя старче советую тебе избавиться от всего вкушением свинины ибо уважаю твою старости седину которую имеешь так давно а как мне кажется еще не философствуешь содержа веру иудеев мы видим что здесь самого начала вводится мотив который автор втором ковейской книги не использует да здесь речь идет о философском диспуте да и антиох упрекает на самом деле старца или азаров то что тот не в том что тот не способен философствовать если бы он был способен философствовать он бы тогда понял своего свои заблуждения почему ты внушаешься вкуснейшим мясом сего животного тогда как подарила его нам природа здесь закладывается как бы некий очень важный аргумент аргумент который можно услышать в различных греческих философских системах и в частности системе стойков что жить надо сообразно природе жить согласно природе отказ от даров природы это отказ от даров проведения это глупость и нарушение мировой гармонии то есть иными словами антиох антиох выступает здесь как будто это такой прием автора от имени философии стойков но истинным стоиком здесь окажется как раз и лаза дальше он говорит кажется безрассудно не наслаждаться удовольствиями кои не срамят и отворачиваться от даров природы по суеверию на значит опять же скажем эпикурейцы считали что нужно пользоваться всякими как бы получать от жизни максимум удовольствия если только это не влечет позора если это не безнравственно то есть как бы мы видим что наш автор наш автор как бы следует здесь опять же философским греческим системам впрочем у стойков это еще более строго стойки говорят что есть удовольствие дозволенный не дозволенный дозволенными удовольствиями можно хотя и не обязательно наслаждаться а недозволенными конечно нельзя но это дар природы ты говорит продолжает дальше антиох мне кажется поступишь гораздо безрассуднее если тщеслависть обладанием истиной призвишь и меня в виду своей казни он хочет сказать что на самом деле поведение ли азара абсолютно абсолютно неразум на он как бы выступает здесь от имени разума твое мнение об истине вздорно уже ли ты не воспрянешь от нелепой философии вашей заметьте что еврейское выучение называется здесь философией но нелепой а то есть то есть иными словами безрассудной безумный не имеющий никакого основания в логики и не отринешь глупых рассуждений твоих и не будешь философствовать что истина только то что полезно взявшись за ум достойно твоего возраста то есть польза польза есть только в том что истина истина есть только в том что полезно да тут как бы опять же вводится некий мотив известный нам из различных греческих глупых систем о связи истины с пользой для человека можно разное понимать но в частности и то что нужно поддерживать физическое здоровье и уже ли не пощадишь старости твоей покорившись моему человеколюбивому вещанию пойми что если есть какая-либо воспретительная сила в вашей вере она простит простит тебе все в случае беззакония сделано по необходимости а вот здесь вот очень такой интересный момент он как бы соблазняет или азара говоря ему что тебе не может не могут быть предъявлены никакие претензии поскольку то что ты делаешь ты делаешь под нажимом да а такое такое поведение уступка под нажимом не может являться причиной для наказания значит такая как бы опять же абсолютно рациональная посылка рациональный посыл человек неволен над тем что он белый по необходимости поэтому его за это невозможно наказывать именно это или азар сейчас перевернет потому что вот эта необходимость или то что называется по гречески ананг как некий рок не давлеет не является силой которая может заставить или азара отказаться от своих убеждений когда же мучитель таким образом поощрял к невуставному мясоедению или азар попросил слова теперь говорит или азар и мы можем сравнить во втором и ковейской книге антиох ничего не говорил говорил только или азар мы можем теперь сравнить речь или азара там и речь или азара здесь и получив позволение говорить начал вещать так то есть это перед нами настоящий философский диск антиох мы любя жить по закону божескому думаем что нет такой необходимости которая была бы сильнее нашей покорности закону а он как бы начинает с последнего аргумента антиоха есть нечто что сильнее любой необходимости любой 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 ананка любого рока любого принуждения и это наша покорность или верность закону посему никоим образом мы не хотим нарушить закон хотя бы и вправду закон наш не был божествен как ты предполагаешь а мы почитаем его за божественным но и тогда мы не властно отрицать благочестивого верования он делает еще один более такой рискованный заход а он как бы встает на точку зрения грека и говорит даже если наш закон и не был бы божественный но поскольку мы субъективно считаем его божественным поскольку мы верим в его божественность мы не можем его нарушать мы не можем нарушить благать своего благочестия да то есть никакие объективные аргументы на нас не могут подействовать даже если бы да это извечное такое как бы дискурс связанный с тем есть или нет какие бы то ни было доказательства божественности закона торы этой истории которую тора рассказывает что по сути дела говорит нам здесь и лаза это совершенно неважно даже если бы мне доказали бы так как дважды два что то во что я верю не имеет объективных оснований это не является для меня поводом нарушить свою веру и не потому как впоследствии скажет один из учителей церкви тертулиан верую потому что абсурдных а потому что вера это не только выражение не только и не столько выражение неких объективных фактов которые мы можем каким образом эмпирически доказать а это прежде всего внутренняя убежденность и вот это на эту внутреннюю убежденность не способна подействовать ничто не думай что невелик будет грех если мы отведаем скверной снеди нарушение закона в малом и великом насильно это это отчасти напоминает нам то что мы находим и в раввинистической литературе где говорится о том что хотя и есть легкие и более серьезные заповеди тем не менее их следует соблюдать с равным чане колодка есть такое выражение калака хамура нарушение закона в малом и великом равносильно ибо так и так презирается закон одинаково ты осмеиваешь нашу философию и лазар тоже называет иудаизм философии а он не пользуется этим словом иудаизм хотя это слово как мы помним появляется впервые во втором и калейской книге но по сути дела он это именно именно это имеет ввиду да как бы мы напомню вам что попытки представить еврейскую религию как философскую систему начались практически сразу же с того момента когда еврейская община стала контактировать с греками после завоевания александра македонского да у нас есть несколько несколько упоминаний о такого рода попытках первом веке это уже становится таким общим местом появляется философийский который как бы на всем это на всем этом строит свою экзогетическую систему то же самое мы видим здесь четвертой македонской книги так вот ты осмыливаешь нашу философию как будто мы живем по ней безрассудно но она получает нас воздержанию так чтобы нам сдерживать все наслаждения и пожелания получает и подвигом мужества так чтобы добровольно переносить всякое огорчение вот здесь происходит переворот антиох который как будто бы выступал от имени греческой философии от имени например стойков заменяется здесь фигурой и лазара который является на самом деле истинным стоит потому что тора или философия английская получает воздержанию и подвигом мужества как или целомудрию и подвигом мужества теми с тем самым добродетелем которым которые превозносились уже платоном и опять же стоическая философия но мы еще вспомним в этой связи сократ а его мученическую смерть научает и справедливости чтобы мы всеми нравами нашими доказывали равенство перед законом и благочестие и торжественно чтили бы единого живого бога не очень понятно о каком именно равенстве здесь идет речь разные 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 комментарии на эту тему речь идет ли речь гражданском равенстве или о чем-то ином как бы не очень ясно но в любом случае очевидно что еврейская философия она является квинтэссенцией всех тех добродетелей которые можно найти у великих греческих философов мы не едим оскверненного потому что веруем что закон дан нам богом и знаем что законодательствующий творец мира щадил и природу нашу и потому заповедал вкушать то что свойственно душам нашим а есть противное восприятие здесь это такой вот очень любопытный опять же момент значит антиок говорит что твой отказ есть свинину продиктован безумной попыткой восстать против закона природы наоборот говорит элиазар как раз таки тот закон который дал нам бог он той и соответствует природе и здесь по сути дела дается некая одно из первых толкований на законам называем законами кашрута а здесь нет какого-то развернутого объяснения почему так а не иначе но делается некий намек что запреты и разрешение связаны как раз с тем что творец учитывает особенности нашей природы то что свойственно душам нашим впоследствии опять же мудрецы говорят например о том делают попытку объяснения в таком направлении что например нам запрещены в пищу хищные звери и хищные птицы с тем чтобы как бы наша природа стремилась к милосердию а не к жестокости имеет ли ввиду здесь нечто подобное наш автор трудно сказать тиранское дело принуждать нас не только нарушать закон но и есть для того только чтобы тебе поглумиться над этим скверноедением столь ненавистным для нас на самом деле на самом деле ты ведешь себя как свойственно тираном не как свойственно философом а философ и тиран это по сути дела оксюмарон примерно то же что пушкин сказал гений и злодейства две вещи несовместны так и в рамках греческой классической философии тиран не может быть философом потому что тиран не правит с помощью разума он-то как раз правит с помощью в ведомый своими страстями но не посмеешься надо мною таким посмеянием я не изменю священным клятвам предков касательно соблюдения закона когда бы ты выколол глазами и затерзал внутренности не такой я старец слабомужный чтобы ради благочестия не помолодеет во мне решимость на все да то есть он категорически отказывается от предложения антиоха и говорит о том что даже если он стал физически то молод душой разум и так готовь колеса и раздувай огонь сильнее здесь впервые появляется мотив огня огонь это всегда как бы то что связано с принесением жертвы а я не пощажу старости моей дабы ради себя одного нарушить закон отечественным о закон наставник я не оболгу тебя и укриняюсь от тебя и тебе вожделенное воздержание не изменила тут неожиданным образом автор и лазар обращается к самому закону закон воспитатель или как по-гречески это говорится поудета номер до в звательном падеже он как бы обращается к торе интересно что мы находим в диалоге платона критон похожий прием где к сократу обращаются сами закон на там наоборот как бы законы обращаются к сократу здесь и лазар обращается к закону и кнется ему в верность а он мог бы обратиться к богу обращается здесь к закону олицетворяющему божественный разум и тебя как тут сказано любомудренный ум или разум философ вот что написано на греческом разум философ не остыжу тебя честное священство и законоведение не отреку здесь впервые снова здесь впервые появляется вот эта важность того что священник он не он не только толкователь закона но и священник он тот кто осуществляет связь с богом а значит и связь с божественным законом его дело учить божественному закону евро в глазах автора четвертой маковейской книги учить божественному закону это не то что не только то что называется сегодня учить аллахе а учить так как себя вести образу жизни не осквернить тебе моих чистых старческих уст здесь он опять же говорит антиоху и преклонного жития моего по закону отцы примут меня к себе чистого не побоявшегося принуждений ввиду смерти отцы это имеется ввиду как мы увидим из дальнейших слов наши праотцы авраам и цхак и яков которые глазах автора четвертой маковейской книги живы а вот здесь как бы в этой книге в явной форме одна из первых книг еврейских где в явной форме излагается представление о бессмертии духовном бессмертии отцы примут меня к себе чистого не побоявшегося принуждений ввиду смерти мучты нечестивых а моих убеждений благочестивых не поколебать тебе ни словом не делом тут не очень точный перевод мучты нечестивых на самом деле сказано здесь оставайся тираном нечестивцы для меня ты не авторитет не власть надо мной над моей душой ты не власть как мы видим во первых такого диалога во втором маковейской книги нет а это очень важно для автора четвертой маковейской книги ставить все происходящее именно как философский диспорт а во вторых слова или азара гораздо более пространные и в центре всего стоит не просто как бы не готовность придать свои убеждения и желание остаться добродетельным а верность закону разума вот это главная точка так ведь истинно отвечал или азара приманка мучителя безжалостно повлекли предстоявшие копьеносцы на место мучения и сперва разделись его старца благопристойно одетого по благочестивому обряду потом связав руки у спины секли его бичами как вы можете заметить описание пыток гораздо более подробное в четвертой маковейской книги нежели во второй там тоже есть описание но кратко а здесь очень подробно с тем что опять же подчеркнуть что несмотря ни на что разум невозможно сломить а глашатый поодаль кричал покорись велением царя но велико умные поистине благородный газар мученный как бы во сне немало не не поколебался да у как бы для него это было как сон он жил как бы в другой уже реальность напротив возведшие очи своих небу представлял подставлял бичам тело свое этот старец и обливался кровью и уязвляем был по ребрам и падая на землю когда тело уже не переносило страданий сохранял правое неуклонное убеждение один из жестоких копьеносов бил его пиная ногой в живот его дабы он падая разбился он же перетерпевал боли и презирал неизбежность и переносил мучения и как доблестный боец поражаемый побеждал мучить да здесь надо отметить мало того что здесь вот такое очень натуралистическое описание мучений которая опять же скорее свойственно греческой литературе которая впускается во все подробности описывает очень подробно бои и пытки но кроме всего прочего здесь появляется некий троп который очень распространен очень распространен как в античной греческой философии такую филона на мученик как атлет мученик как атлет собственно именно это слово здесь используется боец этот лет из по-гречески вот он как боец побеждает он поражаемый телом но на самом деле побеждает своих мучителей на такой парадокс он казалось бы поражен он падает на землю его победили но он на самом деле он на самом деле побеждает своих мучителей старец потел лицом и задыхался крепко но благодушием то есть опять же присутствием духа своего своим удивлял своих самих мучителей посему некоторые из царедворца то ли щадя старость его то ли сострадая по привычке то ли удивляясь его темпению говорили а этот мотив был и в во второй маковейской книги но там были не очень понятные люди какие-то сочувствующие давно знавшие леонгара возможно и ленисты здесь это именно царедворцы и лазар по что так неразумно подвергаешь себя таким мучением мы предложим тебе печеные снеги а ты покажи вид будто ешь свинину и избавься а то самое что и предлагая предлагают и лазару в во второй маковейской книги здесь это как бы там это единственное единственный соблазн а здесь это уже второй соблазн а первый соблазн был предложен самим антиохом который пытался его убедить стряхнуть как сон несуразную еврейскую философию но и лазар остается в этом сне и и и придерживается верности закону и вот теперь как бы второе уже на грани человеческих сил вторая второй соблазн и здесь он стоит или азар как бы горше уязвленный таким советом вазапин не авраамовы дети не так безумны что станем молодушествовать и лецидейно играть неприличную драму опять же появляется появляется очень такое как бы греческий греческий мотив при том что он говорит о детях авраамов и сам по себе вот это сам по себе этот оборот мы не будем разыгрывать непристойную драму разыгрывать непристойную драму это конечно явно взятой из греческих литературных образцов из греческой из греческой из греческого театра но здесь это как бы имеет такое уничтожительное значение и нелогично нам вместе жизнь до старости и по закону оберегавшим славу своим переменяться теперь и самим нам быть образом нечертия на юноши и служить примером скверное день и да и стыдно доживать малое число лет в посмеянии от всех за трусость и быть в презрении учителя заслама мужей не отстаивать божественного закона нашего до смерти также и вы чада авраама доблестно умираете за благочестие здесь он как бы обращается другим евреям во втором и кавейской книге он просто говорит что он подает пример молодому поколению здесь он напрямую к ним обращается а вы копьеносцы мучители по что медлите видя что он так возвышен духом над неизбежностями не увлекается жалостью и они повели его к огню опять тут как бы этот неизбежность необходимость и они ведут его к огню огонь возникает уже второй раз принесение жертвы тут сжигающие служителю с помощью искусственных снарядов бросили его в костер или в нос для его зловонные жидкости он же прожженный уже до костей и умирающий возвел очи свои к богу и сказал ты ведаешь боже присущий моему спасению что я от мук огненных умираю за закон и так будь милости в народу твоему удовлетворившись нашим наказанием за него сделай кровь моего очищениями и прими жизни мою вместо жизни то что во второй кавейской книге было но лишь намеком здесь представляется уже как совершенно осознанная концепция искупительной смерти искупительная смерть которую принимает праведник за свой народ буквально только что несколько дней назад когда был йом хипу мы читали время молитвы мусав очень известный отрывок до пьют или эскера основан на одноименном медраше где описывается казнь десятерых мудрецов которые принимают мученическую смерть опять-таки носящую искупительный характер а это продолжение той же традиции они искупают грех своих отцов продавших иосифов рабство здесь не уточняется какой грех но видимо подразумевается грех и ленизации и ясно совершенно что это идея носилась в воздухе она была присуща не только еврейским источником она в равной степени была присущей источником христианским идея искупительной смерти является одной из центральных идей новозаветных текстов и та смерть которую принимает иисус за являясь приносимой жертвой это в сущности похоже на ту смерть которую принимает здесь элязад любопытно что в одном новозаветном тексте а именно так называемом псевдоэпиграфическом послании к евреям иисус назван священником равно как и лазар опять таки священник и сказав сие священный муж доблестно умер в луках но до самой смерти мучительно не поколебался в мыслях ради закона теперь я хочу подчеркнуть еще раз священник приносит жертв жертва может искупить а вот мы как раз опять-таки возвращаясь к ем кипуру каково значение этого слова кипу кипур буквально буквально обозначает стирание судя по всему но она приобретает значение искупление искупление очищение от греха это то что делает первосвященник в храме ем кипуру что происходит здесь здесь сам священник становится жертвы он умирает на огне он умирает на огне более того в ем кипуру включает себя известный обряд связанный с козлом отправляем в пустыню козозел которого иногда называют козлом отпущения который несет на себе грехи израиля и там-то по крайней мере в торе это некая попытка отделить мир святого от мира профанного или мира чистоты от мира нечистоты он уходит как бы в пустыню в смерть козл здесь нечто иное здесь тоже священный муж несет на себе грехи народа но он как бы как раз отходит в небеса это тоже о чем будет сказано чуть ниже а он становится самой жертвой опять же в новозаветных текстах подчеркнуто особенно в евангелии атеана что иисус был своего рода пасхальной жертвой на этом завершается сюжет во второй маковейской книги больше ничего о нем не говорится или азаре но здесь есть некое подведение итогов предварительное или если можно так сказать философское обоснование вот он говорит нам и так ясно что благочестивая рассудительность господствует над страстями то есть логизм на разум господствует над страстями а если бы страсти овладевали рассудительности то им дал бы я свидетельство о таком владычестве но этого на самом деле нет а так как ныне разум победил страсти то его достодолжно мы наделяем властью по справедливости надо нам признать что существует господство разум когда он властвует даже и над телесными страданиями что касается значит тут очень неясный текст над которым бились разные комментаторы видимо текст искажен я даже не буду сейчас фото вдаваться что за потехи тут имеются ввиду в 35 стихе совершенно ясно я уверяю что разум не только над страданиями владычествует но и наслаждение умеряет и им не поддается то что говорил автор и в первых главах рассудительность отца нашего и лазара как наилучший кормчи направляя корабль в море страстей и будучи поражаем разум угрозами мучителя и обуреваем треволнением ему нисколько не уклонил кормила благочестия пока не достиг пристани бессмертной победы опять же это греческий троп да вот это плавание мы находим например у филона он очень любит это эту метафору жизнь как плавание на корабле и преодоление бури и пока не удается доплыть до берега пристань бессмертной победы возможно хотя это несколько рискованное отступление в сторону но возможно под этим в этом ключе стоит продумать некий дополнительный смысл книги юны которую мы тоже читали в юн кипу хотя это отнюдь не греческое произведение а еврейское написано в персидскую эпоху но возможно что и там содержится некая метафора изображающая жизнь как преодоление вот этих волн страсти или неповиновения бог пока человек не достигает пристани победы впрочем с юной там гораздо более сложно не так противостоял город некогда осаждаемый многими и разными машинами как победил всесвятой или азар осаждавших священную душу его был живом поруганиями и мучением победил под защитой благочестивого разума значит здесь появляется еще одна дополнительная метафора которую которую мы находим опять же в разных тех текстах по эпохи метафора осады города и вот лазар побеждает будучи осажденным городом причем как вы видите здесь неоднократно повторен повторен корень обозначающий святость а он постоянно подчеркивает что он свят всесвятой или азар священная душа его не видим что метафор здесь очень много а метафора атлета метафора плавания метафора города сами по себе метафоры как правильно взяты из греческой литературы но переосмыслены и превращены в некое обоснование преданности закону тору умом своим как отвесным утесом отец и лазар сокрушил бешеные волны страстей о священник достойный священство вот мы видим он раз за разом повторяет это то что во втором маковейской книге полностью отсутствовало утверждение что он священник священник достойный священство не осквернил ты священных зубов а то есть не поел запрещенной пище пищи ни богочестия не чистоты законной не нарушил не наполнив чрева скверные деньги он оперстник закона и философ по жизни божественной а вот где он здесь как бы с одной стороны он буквально созвучный закон здесь используется слово сумфоне на как симфония а он созвучен закону и философ и философ или созвучный законами философ философ боже житья божествую там мы снова соединяем тору с философией таковы должны быть священно действующие им надлежит отстаивать закон свой свою кровью доблестным терпением страданиях даже до смерти ты отче благозакония наша на славу подтвердил терпением своим и не нарушил святости обряда нашего говори в нем достодоусно и делами своими оправдал учения божественной философии он как будто вбивает гвозди он всеми говорит это подчеркивает то что как раз называемая антиохом философия это суета а истинная философия это божественная философия тора о старче крепчайший самых мук и старейшина сильнейший огня а вот снова мотив огня не переменил своего образа мысли по спешу прошу прощения старейший старейшина сильнейший огня и величайший царь страстей лазар как отец аарон вооруженный кадильницей поспешая победил ангела губившего посредством народа губительного огня на самом деле понятно что подразумевается здесь история рассказанная в книге бамидбар о восстании короха и о том что на там на людей был наведен уже после уничтожения самой общины короха на часть народа был богом обращен мор страшный мор и люди гибли от этого мора не появляется фигура ангела но поскольку в в танахе вообще вторе в частности мор часто связан с фигура ангела губителя то возможно что это как бы некоторое домысливание домысливание автора на бог говорит там отойдите от этой общины я ее сейчас уничтожу а мужа говорит арону возьми совок положи на него огонь с жертвенника и воскури и быстро иди к общине и искупи и грех ибо вот вышел гнев от господа начался мор и арон действительно это делает и таким образом как так сказано встает между мертвыми и живыми и мор прекращается и с этим сравнивается здесь или азар или азар подобен арону он фактически свои из но он приносит жертву самого себя и в этом смысле он еще больше чем арон своей искупительной жертвой он спасает народ от гибели так а ронид и лазар сожигаемый огнем не переменил своего образа мысли теперь нам вообще говоря становится понятно почему так важно было для автора четвертой макалейской книги представитель азара священника с тем чтобы изобразить его последователем арон а что всего удивительное говорит он будучи старцем он когда уже разрушили связи тела его гибло плоти его а жилы расслабели помолодел и духом разума и цхаковая рассудительностью осуди одолел ногоголавую муку на почему и цхак это опять-таки некий вопрос который связан с рассказом о жертвоприношении цхаков самой торе опять же вы его читали не так давно в она самой торе и цхак играет роль в общем такой совершенно пассивной жертвой главная фигура там авран но в эпоху второго храма появляются традиции которые зафиксированы и в макалейских книгах и главным образом 4 макалейской книги мы еще это увидим и цхак как мартир и цхак как человек который принимает на себя добровольную смерть во имя бога не зря опять же ранние христиане воспользовались образом и цхака и видели в нем трефигурацию и цхак принимающий добровольную искупительную смерть поэтому он здесь и упоминает и цхак и цхака но и цхака разумного облаженная старости почтенная седина и житие по закону законченная верную печатью смерти такой опять же троп верная печать смерти которая которая как бы вот это верная печать верная печать смерти это писты танатус фагис это действительно печать смерти которая удостоверяет веру и она эта печать доводит его до совершенства а это как бы такой вот панигири к человеку который готов был пожертвовать самим собой и так если престарелый муж ради благочестия презрел мучения смертельные явно что благочестивый разум господствует над страданием пусть говорят некоторые что не все овладевают страстями потому что не все имеют мудрую мудрый разум но все кто от всего сердца заботится о благочестии сильнее сдерживать плотские страсти это принципиальный вывод автора на как раз таки те у кого нет в качестве путеводителя божественного закона и благочестия те на самом деле могут уступить страстям но те которые ведомы благим законом всегда могут победить собственные слабости веруя что они не умирают у бога как и патриархи наши абрамец как и иаков живы у бога вот эта идея идея вечной жизни праведников которые находятся у бога и таким образом или азар присоединяется кингсон впоследствии рамбам создаст вокруг этого целом теорию да вот бессмертия душ которые наслаждаются сиянием сиянием божественным сиянием это есть собственно говоря награда нисколько не опровергает нас то явление что некоторые некоторых одолевают страсть значит разум у них слаб ибо кто любомудрствует философствует благочестиво по всему уставу благочестивой философии и верен богу зная что блажен тот кто претерпевает всякое страдание ради добродетели не обуздал бы страстей при таком благочестии только мудрые воздержанные есть мужественный владыка страстей да это сказано в мишне кто есть сильный тот кто обладевает своим дурным своим своими своими страстями посему то и юноши философски уже рассуждая благочестиво отдали одолевали самые тяжкие учения но это уже новая тема который мы подойдем потом последние буквально слова я чуть-чуть задержал сегодняшнее сообщение но мне было важно как были вести эту тему до конца каков источник нашего автора но разумеется с одной стороны это как бы его понимание торы истории торы и и божественности но с другой стороны здесь есть мост навстречу культур кто является для нашего автора неким образцом хотя он здесь не назван но это несомненно сократ который принимает мученическую смерть за свои убеждения и отвергая какие бы то ни было попытки как раз своих друзей спасти его он идет на смерть с открытым забрал как бы вот это удивительная встреча двух культур порождает образы которые мы здесь видим такой образ как образ элиазара который сочетает себя в себе как еврейского верующего священника и законник так и греческого философа впоследствии по этим следам пойдут очень сильно опираясь на четвертую макобейскую книгу различного рода мартирии раннехристианские которые описывают мучения ранних христиан преследуемых римской властью ну здесь я поставлю точку скажу только последнюю фразу среди нас сегодня мы живем несколько иной ситуации на мы не стоим перед тем выбором перед которым стоит элиазар но на самом то деле мы можем несомненно сказать что солдаты армии обороны израиля которые и ежесекундно рискуют своей жизнью зная на что они идут и тем не менее идут на и будучи верны некая внутренней правда они значительной степени может быть являются тем небесным образом который искупает все те грехи и тяготы которые претерпевает народ израиля в последнее время мы в следующий раз когда это будет уже видимо после праздников закончим наше рассуждение о белиазаре тем что вспомним я уже и говорил пьесу вертольта брехта жизнь галилея это как бы будет таким заключительным аккордом этого нашего это это этого нашего этапа в чтении четвертой маковейской книги здесь я остановлюсь если у вас есть вопросы и замечания то их самое время задать сейчас дать сказать хочет ли кто-то до до победим вопросов нет народ обдумывает если вопросов нет на данный момент то мы тогда тогда мне остается только пожелать всем хорошего праздника и чтобы этот праздник прошел в гораздо более светлой атмосфере чем предыдущий вот и хотя память о предыдущем останется с нами навсегда но очень хочется надеяться на то что мы начинаем начинаем нечто новое какой-то новый виток в истории народа израиля который приведет благим результатом спасибо большое за внимание амин в амин амин в амин конечно ну так